О такой библиотеке поколение, выросшее на чтение книг, могло только мечтать. С приходом ряда новых технологий в столице региона начали открываться модельные библиотеки на все случаи жизни. Не так давно в здании на аэродромной 16А провели необходимый ремонт и оснастили помещение современным оборудованием – электронными книгами, компьютерами, игровой и мягкой зоной. По такому же принципу обновили и библиотеку на Николая Панова-30. Благодаря модернизации посещаемости объектов выросло более чем в два раза. В 2021 году в очередь на реконструкцию поставлены еще два объекта – Центральная городская библиотека имени Крупской на Маяковского и 14-я детская библиотека на Ленинградской. В настоящее время ведется работа по расширению и обновлению существующего книжного фонда. На сегодняшний день мы действительно списываем старую литературу, которая уже непригодна к употреблению. Это ветхий фонд. И идет новое поступление. В здании на улице Маяковского также планируют провести ремонт. При реконструкции сохранят классическую архитектурную концепцию фасада дома. После чего обновят фойе, помещение для выдачи детских абонементов, оснастят библиотеку компьютерной техникой и широкополосным интернетом. Примерно такое же обновление ждет и 14-я детскую библиотеку на улице Ленинградской. Здесь будет и интерактивный стол с проекцией география и истории культур народов по Волжье, и достаточно интересные зоны диалога культур, и, безусловно, имеющийся уже в самой библиотеке этнографический музей. Модернизация модельных библиотек нового поколения идет в рамках национального проекта «Культура». Его исполнение находится на контроле главы Самары Елены Лапушкиной и администрации города. До 2030 года в столице региона должны обновить 18 существующих книжных фондов, сообщили в мэрии. Также на еженедельном совещании в администрации Самары власти города затронули вопрос о предоставлении социальных контрактов малоимущим семьям. Соглашение заключается с органами социальной защиты населения с целью повысить реальные доходы граждан и снизить уровень бедности. Право на помощь по социальному контракту имеют все, чей доход ниже прожиточного минимума. Это семьи с детьми, неработающими пенсионерами, инвалидами, а также одинокие пенсионеры и с этого года трудоспособные граждане. Основным направлением соцконтракта в 2021 году станут поиск работы и предпринимательская деятельность. Поиск работы в обязательном порядке должен закончиться тем, чтобы человек нашел работу и трудоустроился. А предпринимательская деятельность, конечно же, должна закончиться тем, чтобы человек зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, начал свою предпринимательскую деятельность и вывел себя из бедности. В этом году денежные средства по социальным контрактам будут выделяться и на покупку товаров первой необходимости для граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Программа социальной помощи на основании соцконтракта реализуется на территории региона уже 10 лет. За это время потратили 445 миллионов рублей и заключили более 15 тысяч соглашений. Ольга Павлова, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Продолжение следует...